Более 400 случаев возгорания сухой травы зафиксировали в регионе с начала года. Общая площадь пожаров составила свыше 400 гектаров. По сравнению с прошлым годом, количество пожаров выросло на 43%, а площадь, пройденная огнём, увеличилась в 4,5 раза. По-прежнему основная причина происшествий – человек. Основное количество таких пожаров по-прежнему у нас фиксируется на землях населённых пунктов, в приграничных территориях к населённым пунктам, на землях сельхозназначения. Всё это свидетельствует о том, что основной причиной по-прежнему является человеческий фактор – элементарное несоблюдение требований пожарной безопасности, где-то умышленное действие по выжиганию вот этой сухой травы. Высокая пожарная опасность лесов и торфянников продержится в Нижегородской области с 29 августа по 4 сентября. Предупреждение распространила региональная ГУМЧС. По информации ведомства, в этот период местами в регионе установится 4-й класс пожароопасности. Кроме того, с 30 августа по 4 сентября в юго-восточных районах области ожидают чрезвычайную 5-й класс опасность возгораний. Каждый гражданин, каждый нижегородец может ознакомиться с картой пожарной опасности лесов на сайте Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. В ежедневном формате эта карта обновляется, каждый может увидеть свой район, свой населённый пункт, может быть, где-то даже, да, и понять, какой же класс пожарной опасности в лесах складывается на сегодняшний день. 4-й и 5-й класс пожароопасности накладывает на граждан ряд ограничений. В этот период запрещено посещение лесов. Нельзя разводить костры и сжигать мусор на землях лесного фонда и населённых пунктов. Запрещается выжигать траву и проводить сельскохозяйственный пал. Вводится запрет на использование мангалов или других сооружений, на которых готовят еду на углях. Их нельзя устанавливать на землях лесного фонда и прилегающих территориях. Также определён порядок и контроля за ситуацией. То есть для органов местного управления введена обязательность патрулирования территорий силами оперативных мобильных групп, в состав которых входят как представители администрации, так и представители наших служб, противопожарной службы, полиция, добровольная пожарная охрана. То есть все те, кто в этом заинтересован и может влиять на ситуацию и работать с населением с точки зрения профилактики таких пожаров. Нарушителей будут штрафовать. От 40 до 50 тысяч рублей штраф для граждан. Для должностных лиц от 60 до 90 тысяч. Юрлицы и пышников от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.